Дизайн Мы всегда думали, что дизайн — это гораздо больше, чем просто внешний вид чего-то. Это восприятие целого, то, как что-то работает на бесчетном количестве уровней. В конечном счете, дизайн определяет очень многое в наших ощущениях. Я думаю, в простоте присутствует абсолютная и цельная красота, в прозрачности, в ясности, в эффективности. Настоящая простота получается из гораздо большего, чем только отсутствие кричащих украшений. Это привнесение порядка в запутанность. iOS 7 — ясное представление этих целей. У нее полностью новая структура, понятная и применяемая для всей системы. Мы продумали, как мельчайшие детали, например, переработали шрифты, так и более серьезные элементы, например, новый дизайн всех иконок. Освершенствование связи системы позволило нам достичь гораздо большей гармонии между отдельными элементами. Мы также внедрили новую цветовую палитру. Отдельные функциональные слои позволяют установить иерархию и порядок. А использование полупрозрачности дает вам ощущение вашего контента. Эта ясность, совмещенная с новыми подходами к анимации и движению, создают чувство глубины и энергии. Айфон, реагируя на ваши движения, управляет смещением, создавая абсолютно новое ощущение глубины. Во многом, мы пытались создать интерфейс, который будет ненавязчивым и выразительным. В котором дизайн отступает и, делая это, облагораживает ваш контент. Даже простая смена обоев оказывает очень заметный эффект на то, как ваш айфон выглядит и ощущается сквозь всю систему. Хотя iOS 7 полностью новая, для нас было важно сделать ее ментально узнаваемой. Мы хотели взять опыт эксплуатации, который люди знают очень хорошо, и усовершенствовать его, чтобы создать его еще полезнее, еще приятнее. Добавление к переработке пользовательского интерфейса iOS 7 обладает отличными новыми особенностями и улучшениями. Теперь органы управления, которым вы хотите получить быстрый доступ, собраны в одном удобном месте и контрол-центр. Один свайп с любого экрана открывает набор органов управления, и центр уведомлений теперь доступен с экрана блокировки с новым удобным просмотром вашего дня. Многозадачность позволяет вам перемещаться из приложения в приложение гораздо более интуитивно. На самом деле она определяет, каким приложением вы пользуетесь чаще остальных, и автоматически и интеллектуально обновляет контент в фоне. Новое приложение Камера представляет новый уровень простоты и гибкости. Теперь вы можете перелистывать режимы от видео к фото, к квадратному фото, используя новые цветовые фильтры. Ваш айфон знает, когда и где был сделан каждый ваш снимок. Приложение Фото использует эти данные, чтобы разумно организовать ваши фотографии, собирая их в моменты и коллекции. И теперь в iCloud Photo Sharing друзья и семья могут добавить свои фото и видео в общие альбомы. С более чем 800 тысячами, App Store — крупнейший в мире магазин приложений. iOS 7 теперь показывает популярное рядом. Новый способ найти сборник приложений, основанный на вашем текущем местоположении. AirDrop позволяет легко делиться контентом с окружающими вас людьми. Когда у вас есть чем поделиться, AirDrop показывает ваши контакты. Просто выберите, кому хотите отправить, и AirDrop сделает остальное. А если кого-то нет в вашей записной книжке, они активируют AirDrop и также смогут получать от вас файлы. Переработанный интерфейс Safari позволяет видеть больше контента, начиная с полноэкранного браузинга. Единое поле облегчает поиск, и у ваших закладок теперь новый вид. В Safari также новый способ просмотра вкладок. Siri теперь еще полезнее и информативнее с интегрированным Twitter и Википедией. Основу мужским и женским голосом Siri звучит лучше, чем когда-либо. И, Siri может помочь новыми способами, например, меняя настройки вашего iOS-устройства. iTunes Radio – отличный способ открывать новую музыку. Мы создали много популярных станций, состоящих из лучших песен в сети. Вы легко можете создать собственную станцию, а если услышите песню, которую захотите купить, это делается в одно нажатие. iOS 7 приносит с собой самые значительные изменения пользовательского интерфейса, которые мы делали со времен представления самой первой iOS. Чтобы создать ее, нам пришлось собрать вместе широкий спектр знаний от дизайна до проектирования. С тем, чего нам удалось достигнуть вместе, мы видим iOS 7 определяющим и важным новым направлением и во многом началом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok